10-й, 11-й стих, Галатам, 5-й, 19-й, 21-й. Приведите примеры еретиков. Вот такой вопрос. Самые настойшие в этом вопросе старобрядцы. У них вся проповедь. 365 лет уже. Одна. Ты еретик, переходи к нам. Кто бы он ни был. Ты еретик, переходи к нам. Это безошибочно. Валерий мешает звуком, у меня плохо записывается, он не отключил. Валерий, микрофон выключите. Тихо вроде. Это негодяйство. Он сильно булькает и нельзя будет слушать потом. Ну вот такое дело. О еретиках определенно говорится в канонах, кто они такие есть. Для нас еретики все, которые не в церкви. У которых нет рукоположенного от апостольских времен епископата, священства. Это еретики. Но они сами, баптисты, как правило, на этот вопрос не могут ответить, потому что они сами еретики. Они же не знают, кто такие еретики. Ну это плохо. Они должны ответить. Мы конкретно отвечаем. А они эти стихи даже не считают никак, потому что дальше начинаем беседовать. Я говорю, тогда назовите, в каком веке первые еретики были, как веровали. Они не знают. Вот у меня знакомый один учился на курсах там, ну на диакона. И мы, говорит, Златоуста проходили. Я говорю, какие тома читали? А никакие. То есть в своей интерпретации они передают его биографию. Больше ничего. Как Златоуста узнать, если не знать его труды? Я Пушкина знаю. Ни одного стихотворения не читал. Знал ты или не знал? Выходил на лестничной площадке. Мы с Сашей вместе в одном подъезде жили. Здравствуй, Саша. Александр Сергеевич, привет. Но ничего бы не читал. Значит, не встреча решает, а знание труда. И так любого писателя, художника, поэта. Они не знают, не знают святых отцов. И поэтому каноны определили еретиков. Главное, шесть Вселенских соборов прошли под девизом утверждения. Учение о Святой Троице, о котором слово Троице нет ни слова в Священном Писании. Но мы верим. И учение о Троице не сложнее, чем, я так вот смотрю, люди, которые не принимают. Это так сложно. Я говорю, вы размонтируйте голову Карася. Карася. Ни один нехтеолог не соберет косточка косточки. Столько у него там разных отделений, назначений. А здесь четко и ясно. Нераздельная, единосущная Троица. Считаем символ веры. Никео Цареградский, символ. Кредо наше. Вот здесь мы с сектантами уже начинаем крепко схватываться. Вы еретики. Мы сказали, больше не надо. Дальше подтверждаем. Еретики те, кто не поддерживает, не имеют то, что у натвержденного учения о Троице, а баптисты имеют без доказательств. Но они попадают на Седьмой Вселенский собор нормально. Об иконах. Но и учения это православные тоже требуют коррекции. Если он иконы не признает, то есть не поклоняется им, но не хулит. Ну это бы остановиться. Но это левый саврянин-то говорил, поднимите иконы повыше. Повыше, чтобы люди как слепые за стенку-то не держались. Ходят и лбами стучат. Поцелуют, да еще и долбанет лбом. Я говорю, зачем? Ну так все делают. А я гляжу, Путин тоже подошел и лбом стукнулся. Мозги-то стрясет. А кто его научил так делать? Патриарх. Это поцелуй, поклонение. Только прислониться, через стекло тем более. Ну попутно сказать. Если они не признают и не хулят, считаю, вполне можно было бы считать в этом вопросе их не еретиками. Но нет рукоположенного священства. Это главная ересь. А там ереси-то и другие найдутся, знатоки найдут. Но я говорю свое мнение. Все. А чем еретики отличаются от сектантов? Принципиальная разница. Сектанты другое слово совсем, ересь. Это, если не знают, мы можем даже показать. Они не признают отдельной иерархии вообще, еретики. А сектанты от слова отсечения. Всякую ветвь, не приносящую плода, он отсекает. То есть плода, такого, как должно, они не могут приносить. Я уверовал. Я пил, сейчас не пью. Был наркоман. Все, дальше не идет. Дальше галстук насыпил бритой. Молитву, посты, все по боку. Ни христа, ни христа не знают. А сектант, он просто отсекся и все. Там, может быть, даже и правильное учение содержит. А троится и все. Даже еретиком-то, ну, что в том-то случае отделился от церкви, уже ересь. Тут они близкие друг к другу. А что страшнее? Все страшно. Раскол. Раскол. А вот старообрядцы беспоповцы, они кто? Еретики? Нет, не еретики. А кто они? Раскольники. Их даже сектантами нельзя назвать. А это более мягкое. Они не признают церковь. Ну, ладно, не признают православную русскую. Ну, к грекам присоединитесь. Нет, ну, есть финляндская, сербская. Никуда. Только мы одни правы. Вот это уже раскол. Как, допустим, Василий Великий говорит, второе правило об абортах. Мы, говорит, не делаем здесь исследования, когда сделала аборт, сколько ему было, три недели или три месяца. Главное, что убила ребенка. А во-вторых, подвергала жизнь своей смертельной опасности. Многие умирают во время абортов. Заражение крови или еще что-то. Так что и здесь тонкого исследования нету. Мы можем только видеть, что ересь, еретих, это более страшно. Слово сектант, его даже в Библии-то нету. Все. Ну и попутный вопрос. Разница между сектантом и раскольником. То есть те и другие, они из церкви вышли, те отсеклись, а эти откололись. Ну, принципиальность, как бы, в принципе, одной. Ну, так принято, так принято. Сектантами старой веры беспоповцев даже не называют. Так, какие-то тонкости такие, ну, так можно выявить отдельно. Но нам зачем? А то и другое плохо, погибельно. Понятно. Так. Игнат Тихонович, учился в семинарии, когда в Тобольске. Еще до 2008 года. И русскую зарубежную церковь называли «Карловацкий раскол». Соответствует ли это действительности или нет? А вот в соответствии с действительностью, когда признали акт о каноническом общении, то зарубежная церковь ни одной молекулы в себе не изменила. Но уже это все сняли. Вот сейчас, допустим, Денисенко, Филарета, разжаловали в монахи. А было ли основание? Дальше. Предали анафиями, как Глеба Якунина. Они брецают жупелом этим серным. А потом, как они бывшие, только ему подчиниться. Сегодня, я думаю, там в Верхах понимают, что они натворили с греческой церковью. Почему не дали ей самостоятельно другое государство? Отдельно автокефальное в Финлянде не давали. Дали же. Сербское там где, болгарское. Но это была бы какая-то отдельная там, может быть, и украинская. Не дали. А сейчас начинают патриарха не поминать. В Арфоломея там то другое. А уже ничего не вернешь. Все. Им только лишь бы под ними были, их признавали, с ними были, им подчинялись. Свечки у них покупали. Тут чисто безбожие. Сейчас он выступает и в тихий, его смотришь где. Ну, ни у кого он и в тихий. Тут никого не найдешь, чей епископ-то он. Он сейчас на покое. Но у нас был 13 лет епископом. Он взял то, что ему близко. Сказал, что вот разное там упрекает, что мамоне служит. Это он прав на сто процентов. Почему? Он имеет моральное право говорить так. Он бедный. У него ничего нету. Совершенно ничего нету. Это человек бедный, как церковная крыса. Говорят так. И он это несет добровольно, а не почему-то либо. И послушается, нет. Он не на отрещении, не отлучении, просто на покое. Но они сейчас будут клеймить его, как Андрея Кураева, отдельную молитву против него. Он голубые лобби там наразмачалил когда. И Андрей-то Кураев об этом говорил. Мы с ним голос в голос говорили. Дайте Ахавтехкефалию. Каждому человеку дайте, а не только отдельно. Каждой общей не дайте. Но он должен быть в церкви. Да, они в церкви, там епископата, там многомиллионная паства украинская, принадлежащая как бы московской патриархат. Но отделить от себя... Они сделали громаднейшую ошибку, которую им не поправить. А теперь там будет и... Некоторые не признают, и там кровь будет литься. Так думаю. И все это верхушка патриархийная налепило. А на Андрею Кураеву умница, такой интеллектуал. И не прислушались даже. Совершенно. Ну про меня говорить не надо. Кто меня знает-то? А Андрей-то знают? Мне в другой раз говорят, вот тот освященник это у вас взял прям копирует. Да не знаю я этого. Ну иной раз прямо беру и в кавычки берет прям с книг моих. Ну да, Андрей-то Кураев все принял. Он обо мне там ролик составил. Но я не думаю, что это он. Ему просто Господь открыл это. И он так понимает. Ивашин, Василий заходит, что-то пишет. Он и сюда не зашел. Я ему не отвечаю. А о чем отвечает? Мы договорились, в воскресенье встретимся. Он сам назначил встречу. Я ему назначал, он говорит, не могу, подготовлю вопросы. Он заходит сейчас, я не знаю, к нам это относится, надпись всплывает. Он вам что-то написал? Да, писал. Сейчас? Просил. Я говорю, ну давай, заходи сейчас. Сейчас я не могу. То есть он мое не принял, а свое назначил на воскресенье. То есть на послезавтра. Ну и я говорю, ну ладно тогда. Сейчас-то добавлять его в нашу... Ну, добавь, чтобы только молчать. Теперь он полностью должен молчать. Потому что он сбивает и... Добавь его. Чтобы ни звука не было. Одно и то же. Говорим годами. И человек не понимает, да не хочет понять. Почему вы не понимаете речи моей? Господь спрашивал, вот восьмая глава Евангелия от Иоанна. Почему вы? Говорить на родном понятном языке, с евреями. Они не понимают, потому что не хотите слушать. И волей отца исполнять. У меня его контакта даже нету, Василия, этого. Вот сейчас я вижу, всплывает и всплывает. Почему мне не отвечаете? Ну ладно, может я зря сказал. Вам не видно его. Сам же на защите, каждый день спрашивает, когда, почему не отвечаете. А чего отвечать-то? Уже договорились. Все. Так, ну вот, десятый вопрос, подобный девятому. Кто такие сектанты? Да. И вот здесь Матфея 18.17. Приведите примеры сектантов. Вы говорите о сектантах в Библии нету, а здесь вот какая-то ссылка на это место. О чем там? Как о чем? Примеры сектантов. Все остальные вне церкви сектанты. У них нету священства, как отдельного института. Нету. Самозванное. Это у них главное. Ну а дальше-то они тут все по одной идут. Нарушают то, что церковь уже вывела учения о Троице. Это как правило. Я обнаружил сектантов по трем признакам. Отношение к иконам у них как к идолам. Это у них абсолютно у всех. Второе. У них нет священства. И третье тысячелетнее царство. Оно у них будет когда-то. То есть три явных заблуждения у всех одинаково. Вот это мое определение. Практически я с ними работаю. Здесь указано вот стих Матвея 18-17. Если же не послушает их, скажи церкви. А если и церкви не послушает, то да будет он тебе как язычник и мытарь. Вот в вопросе, где говорится, а кто такие сектанты, вот это место как бы параллельное. А что ли? То есть для нас они сектанты... Там маленько не так. Если там брат согрешит против, то это не подходит. Это просто натяжка. Просчитай полностью. Если брат согрешит, выговори ему нет, значит тогда будет как язычник и мытарь. Это не что-то брат. Если согрешит против тебя брат твой 15-й. А это не брат, еретик. Еретик. Тут совсем к ним не относятся. Какой он брат-то? Он брат. Ну а зачем бы в этот вопрос тогда добавили сюда это напечатанное? Чтобы посмотрели. Потому и добавили. За него они часто хватаются. Тут же не говорится, кто это место приводит. Они берут вот это место. Понятно. Ну а мы место из Библии о сектантстве можем только сказать о Дафане Корее и Авероне. Параллель такой провести. Тут есть такой... Или они раскольники тогда, Дафан Кореи? Или сектанты? Нет, они не раскольники, они сектанты, еретики. Вот тут Александр Леонидович Дворкин есть такой. Он привил как бациллу слово самое ругательное сектант. И люди ничего не к церкви, отношения не имеют ничего. Сектант, сектант. А сектант бывает и в политической жизни отсекся от чего-то отдельно трактует все. Вот Ленин, он же последователь Плеханова, а восстал против свое, стал награбленный сектант стопроцентный на политической платформе. Жулик, разбойник, бандит. Дальше идем. Одиннадцатый вопрос. Тихоныч, вопрос. А как вы думаете, в чем основная причина, почему всегда чаще, очень часто вас называют сектантом? Почему? Ну, почему он идет и плюется? Почему? А как он ко Христу относится? Меня пишут, матерками никакого Бога нет. Ну, почему? Потому что сотни бесов душевого человека. Он делает то, что вы хотите исполнять похоть отца вашего. Евангелие Тиана 8, 44. Он не знает, но знать сектант это ругательное. Он говорит на сектанта, потом на три, на пять букв материт всякое. Почему он? Ну, одержимый демоном. Почему он так говорит? Почему Яна зато усогнали? Почему его низвергли? Почему его эритиком объявили? Это же не сегодня началось. Об этом Дионисе Александрийский. Народ был настолько тупой, тупой, необразованный, что эритиков считали православными, а православных считали эритиками. И все. И он гоголем ходит, он сектант, а он нет. А, говорю, ходишь хоть в церковь-то? Нет, не хожу. Веруешь? Нет. Блудишь? Блужу все время. Наркотики принимает. Я беседовал с такими-то. А как же ты меня назвал сектантом? Ну, так принято. Я у других считал. Ну, собака скала брешет, а караван идет своей дорогой. Зачем обращать на это внимание? Таких я заблокировал больше, чем шесть с половиной тысяч. Пусть кто-нибудь похвалится. Почему это похвала? Раз тебя никто не трогает, никому ты и не нужен. А раз против меня бесы так бойствуют, значит, я им наступаю на копыта и на хвост. А у нас интересно, интересно, пришлось судиться тут однажды. Они тоже, тоталитарная секта. Ну, свои бывшие тут, наши прихожане. Я подал в суд на них. А в суду-то надо доказывать, а они ничего доказать не могут. Они тогда назад и вот мы сказали, это ваше личное только мнение, мы не распространяли, а сами писали, раздавали там целые брошюрки против-то. А я пошел в отдел юстиции, где мы зарегистрированы, и те сразу дали нам документы, он у меня здесь вот, прямо на рабочем столе можно видеть, документы называется. И там никакого отношения к сектам община нашей крестовозвиженской потерябки не имеет, тем более тоталитарная. И там председатель отдела юстиции Краевой, он Маковеев Валерий Иванович, он печать поставлен на бланки юстиции. Это безбожники знают, а какой я сектант? Они специально религиоведа там какого-то нашли, тот начинает говорить, он, хотя он и патриарший, а мы к русской православной зарубежным, но он должен дать независимо от этого. И он сказал, никак это не относится к сектам. Как сект? Если я сектант, еретик, а к нам приезжают архиереи, служат, их всех надо согласно канонам отлучать от церкви, снимать санк с них. Но этого же нету. Так что тут говори, да, оглядывайся. Нам проще всего это говорить. У нас митрополит служит, епископ служил там, до этого был Дмитриев Максим, он в Липецке где-то, с Антонием были вместе, у него причащались Маслендич. И вот его. Тогда был здесь архиепископ Гедеон Докукин, фамилия его. Они ничего не могут доказать ни в суде, нигде. Они нарисовали черта с рогами, с нагайкой и написали общину Игнатия Лапкина. Пришлось за это все заплатить им деньги. Почему он нарисовал? И там пишет, никакое отношение Лапкин к сатанизму не имеет. Он православный христианин. Это говорит юрист. Юридическое обоснование. Ну, а что он так говорит? Ну, злодей. Вот, дурная женщина, дурного поведения. За что она ненавидит женщину, кроткую, смиренную, верную мужем? Она его всякой макрохвосткой, ты, ну, и другими нехорошими словами там. Теперь, ты мандовошка, а теперь спрашивает, а что такое ругательное слово? Я говорю, потому что это написано и специальный филолог там и говорит, слово мандовошка означает то-то, то-то, что если на половом органе находятся там шеи разные, которые, это ругательное слово. Даже, ну, вроде ругательное, а не вроде, надо точно доказать. Вот пусть они докажут, что я сектант. Как я сектант? Ты понимаешь значение слова? Я с ним разговариваю. Нет. Ну, а дальше что с ним разговаривает? Он ничего не знает. Ну, все говорят, и я сказал. У меня в лагере было пацаненок другого обозвал. Обозвал. А ты идиот. А у самого чего-то не хватает хромостомы. Я их начал между собой свелы. Ты не знаешь, что такое слово-то? Он не знает. Вот. А другому сказали говорить, он, и он говорит, напиши, кто ты такой. А он пишет, я гомий сексиалист. Он ни написать не может, ни сказать. Откуда ты слово узнал? А вот Ванька сказал. Он сказал. Дети мало, неразумные. Это я говорю то, что в лагере у меня было. Ты, Моша, больше этого не говори, говорю. Это не хорошее слово-то. Все пока. Одиннадцатый вопрос. Являются ли баптисты членами церкви Христовой? Каково учение баптистов о церкви Христовой? Расскажите о свойствах церкви. Как баптисты толкуют второе полустишие Евангелие от Матфея 16-18. Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Интересен взгляд баптистов на историю христианской церкви. Поэтому дайте очень краткий обзор жизни церкви в истории. Ну, вот это большая тема. Являются ли? Конечно, не являются. Они никакого отношения к церкви Христовой не имеют. Это самочинное сборище людей хороших. Собранием назовем, не сборищем там. Они веруют во Христа, то другое, но к церкви это отдельно совершенное образование. Христос в 17 веке не образовывал их. Они в 1609 годах, там 39 первая только община была образована в Роджерсе. Но какое отношение к церкви-то имеет? Там ничего нету? Связи-то никакой. Связь только через рукоположение. Вот учится он в семинаре, пока его не рукоположили, он благословлять никого не может. У него права никакого нет. Он не может совершить литургию, через него не все не действительное. Ну, какая разница? У меня такие же руки. Ну, вот Адафана, Верона и Корея, они говорили, все такие же у нас, мы ничем не хуже других. Эти же самые слова. Но живьем в ад провалились. Это самый страшный грех на земле. Отделение от церкви. Инель считает, все в церкви, кто бы Христа признавал, как бы не признавал, они считают любой динаминации, любой конфессии. А этих слов нету. Там слово ересь, под каждым словом ересь. Сатана прикрыл. Я их очень хорошо знаю. А как они объясняют? Никак. Вообще учения о церкви как такового нету. Кто уверовал, живет по западам Христовым, то есть церкви вообще не надо. И вот новое образование. Я их на этом ловил и говорю, от вас сейчас отошла молодежь в Барнаульской Баптистской общине зарегистрированных. А они в церковь? Нет. Ну как нет? Вы же так же начали первые. Если они не церковь, вы сами себя судили. У не венчанная, незаконная. Там ушла от мужа, а теперь нашла другого, полюбила. Ну как Фурцева. Ну ладно. Или как это, четыре раза была Русланова Лидия. А теперь обратилась. Ну то муж был. Ну а когда мужем стал-то? Он был прелюбодеем, он ушел тоже от жены. Прелюбодеем. Ну мы же давно живем. Ну что давно, да как это? это значит увеличился грех-то, а не уменьшился. Ты блудил одну ночь, а теперь ты еще одну ночь. Ну так у нас дети. Ну дети написаны свидетели разврата против родителей. Вот вот такие дети нажитые в сожитии незаконном в гражданском браке. Гражданские, то есть безбожные. Два блудника сошлись и все теперь гражданским браком. Ну тогда считайте у Александра этого Колчака тоже она была законная. Как Тинеева там его. А своя жена отдельно была в другом городе. Надо все-таки придерживаться священного писания. Никакого отношения к церкви они не имеют. Так они лучше вас живут. Ну это смотря как считать, что лучше. Мусульмане разрешили четыре жены. Ни один не нарушает. А тут один. Если три раза женат был, три раза жены погибали. Ты имел право три раза. Четвертого брака вообще нету в православии. Нету. Это уже за бортом. А у них подряд они живут там шейхи там все нормально. И кроме того брак по согласию вот вот он приезжает говорит а как он берет султан у него 1700 комнат кажется там перечисляют Брунея где-то. Ну в Америке говорят кто хотел бы поехать и заработать хорошие деньги. Вот если понравишься там часы у всех золотые будут кому-то машину дадут дорогу оплатят и он сидит по телевизору они уже привезенные или когда там было где-то смотрят и он говорит вот эту привезите вот эту их привозят сразу привезли там 40 человек и они теперь здесь поправляются намащиваются как эспирь и он смотрит по наружному наблюдению так как сказать и говорит вот эту приведите ко мне привели он там с ней переспал она не понравилась ему почему не знаю не по размеру там или как там считает все и он говорит она мне совсем не нужна оплатите ей ну они оплатили там сколько 70 тысяч долларов а ему то какая разница если каждый день миллионы нефтеперегонные заводы ему перечисляют Америка но она довольна она очень довольна ну что там говорить а мало то он миллион отвесит а какая то остается постоянно у него 4 жены он не нарушил а это ему разрешается а это не жена это временная связь он заключает с ней брак на 16 часов тоже нарушают они свои книги то есть священные это же у них так не написано вот 4 да почему потому что основатель для религии имел 4 жен и как только новая жена была так говорит переписывалась уже не 3 может 4 я не хочу в это вникать ну смысл то в этом я читал очень много и разбирал их книги по православному то никакой блудник и блудник неукоряемый своими блудниками давай дальше на тихоныч вопрос есть вот сейчас новая волна движения непоминающих они начинают непоминать по 15 правилу двукратного константинопольского собора вот ну прокомментируйте имеет место это быть не раскол ли это то они перестают поминать например патриарха кирилла усматривая какие-то публично что публичные ереси какие-то как бы от него исходят вот из уст ты правила это прочитай 15 ты говоришь что правиль а правиль этого нет ибо отделяющиеся от общения с предстоятелем ради некие ереси осужденные святыми соборами или отцами когда то есть он проповедует ереси народно и учит он и открыто в церкви таковы ащи ащи и оградят себя от общения с глаголем епископом прежде соборного рассмотрения не токмане подлежат положенной правилами епитемии но и достойны чести подобающей православным ибо они осудили не епископов а лже епископов и лже учителей и не расколом пресекли единство церкви но почились охранить и церковь от расколов и разделений текст правила ну или нет тут написано поминать не поминать я для чего сказал просчитать нет этого слова при чем тут поминать не поминать ему не подчиняться обличить его в ереси не бояться его сана вот об этом говорится поминать не поминать а мы варфоломея не будем поминать да ему что им от этого ни тепло ни холодно что просчитал вот это надо смотреть ереси ереси не так а я считаю это за ересь с католиками патриарх помолился с папой римским франциском встретился в Гаване на аэродроме все еретик там Бересов начинает это сидит там писклявый какой-то маленький не поймешь баба или мужик и все широко это патриарх они поминают ну и не поминай что патриарх плохо спать будет на одном боку а мы его поминаем на богослужении поминают когда службу у нас ведет архиерей или священники патриархийные а без него мы не поминаем это домашняя молитва я молюсь о нем а это поминальное я не знаю чем уколоть а я его не поминаю ну и только делов ты меня может за меня не молишься а я молюсь вот я сейчас прошу кое-кого есть из вас кто-нибудь у кого нет мобильного телефона я знаю что у всех есть самый распространенный предмет сегодня хорошее изобретение хорошее а кто изобрел никто не знает почти никто Мартин Купер а теперь я молюсь о нем каждый день а ты молишься или нет благодаришь Бога что такое Бог открыл а интернет Тим Бернерс Ли Тимофей ты молишься за него тоже его не знают а я молюсь каждый день и что из этого а он может быть неверующий а меня это не касается я желаю чтобы он спасся ты пользуешься поисковиком библейским Тимофей Ха вьетнамец написал это будучи студентом МГУ из Вьетнама я с трудом его нашел кто это я пользуюсь и вижу сильно сделано красиво удобно а я не знаю за кого Бога благодарить я ему диски послал там книги еще мог послал ты это сделал вот и все ты молишься за Невзорова Александра я спрашиваю а у него много хорошего а он такой богохульник а я молюсь каждый день за Германа Стерлигова и не поймешь кто из них больший хулитель почему мне повелено у меня есть разрешение от Бога молиться за всех а поминать имеется ввиду в церкви при богослужении при возрастах там диакона никакой роли не играет все это надумано я вам ответил Виталий Игнать Тихонович ну вот был же момент в 1927 году и чуть позже когда вот движение непоминающих оно пошло и осифлянское движение его называли сейчас сейчас нечто подобное происходит или или как-то отличается это еще раз говорю в тонкости эти никогда не в ходе меня это не касается совершенно ты таких вопросов можешь мне накидать много а мне не касается к спасению не относятся они не поминают ну еще а потом все поминать стали и признали почти все только и ПХ отдельно там остались подпольщики а ждали когда умрет Сергий отошел в Строгородский а Алексея уже приняли Семанского Алексея Первый ну они больше никак не могут его достать отравить не могут подножку не подставят написано молитесь за царей за начальствующих за гонителей за всех а я молиться не буду но еще лучше будет вот на меня напал прокурор а я молюсь и молюсь и молюсь и за все это никакого зла не сделали я узнаю кто заступался какой-то депутат за нас заступился послал я узнал его имя Борис там звать вот я за него тоже молюсь представитель Сельсовета которая за нас восстала Людмила звать я за нее молюсь но ежедневно семь раз на молитву семикратно в день прославляю вот я задаю себе вопрос на собрании на своем молятся или нет один человек только молится а простое всего три святое сто поклонов и своими словами но займет семь минут семь минут умножить на семь сорок пятьдесят даже часу нету выделить для Бога сюда входят молитвы дневные не считая утренней и вечерней но считая ночные молитвы сколько раз был на молитве и никого нету я не говорю о работающих о пенсионерах хотя бы а что а работающий может про себя ты работай а сам молись так что Виталий будь спокоен там сравнить не надо они непоминающие ну пусть и их и спрашивать я поминаю спасибо Христос у нас видишь в детдеревне такие люди которые детей неправильно воспитывают там отравливают я каждый день поминай имена этих детей и прошу Господи вразуми их и родители устраши за такое ложное воспитание они уже от них хлебают полной чашей а я их детей поминаю детей а других не поминают только родители и же с ними то есть я стараюсь реагировать на все события которые около меня вокруг и вдалеке поэтому все на память Бог дал мне знать а сейчас столько новых пришло людей которые просят помолиться за них о здравии девочка попала под машину София Тараси у Галины Загуляевой молился пришла он выздоровел теперь агния заболела Иларион который у нас зарубежная церковь капрал болеет Кирилл Сахаров вот новый писал который целая таблица как на молитву так и стараюсь всех припомнить а толку от вашего щебетания нет так нельзя разговаривать Павел говорит дабы по ходатайству многих я был отпущен освобожден а эти сатана сковал эту дочь говорит болезнь это узы наложил она не может распрямиться там или еще что-то давай дальше как относится баптисты к так называемому ВСЦ Всемирному Совету Церквей и экуминизму вообще ну отрицательно с теретиками молиться там не надо меня избирали всемирные туда чтобы поехать я тогда было это в Лозане за меня заплатили 1800 долларов я все уже оформил документы но меня садили а теперь я вижу благодарение Богу я бы там противоречил и отравили сразу и все своей пищи то нет это было вот такое я касался этих людей нам запрещено молиться с теретиками а все таки это претещи церковь антихриста все в одно давайте смешаем перемешаем и среднее что-то выведем да тут не надо мешать вот русская православная церковь местный патриархат сколько лет во всемирном совете церкви даже сейчас обратили хоть одного никого нет это все отговорка никого не там не обращают никому не говорят такие деньги тратят заразу коммунизма развозили а сейчас еще нету так только набивают машну себе это предбайник антихриста всемирный совет церквей а вон монахи поднялись или я второй в грузии это там такую бушу устроили а он там чуть ли не председателем был он сразу вышел оттуда и все еще сейчас старенький немощный ну его признали все он вышел а русский нет но в беседе с сектантами этот вопрос сектанту для чего нужно задавать православному узнать до какой глубины они дошли почему потому что этот вопрос о всемирном совете церквей любой может задать а мы даже не знаем а теперь очевидно мы их спрашиваем есть такие которые не участвуют у них же баптистских течений это сколько зарегистрированы не зарегистрированы крестящие детей не крестящие детей там тоже хватает последний вопрос баптистам 13 дайте насколько возможно краткую характеристику современного русского православия как баптисты относятся к православной церкви постарайтесь сами теперь ответить познакомьтесь почитайте в интернет доступ есть и к нам относиться по-другому никто не будет потому что мы никакие дали поклонники больше ничего нету только вещи вещам каким-то молятся вот еще особенно я сказал я занимаюсь Библией ко мне отовсюду приезжали сектанты которые встречались они своим говорят что есть православный человек вот он Библию любит и они ко мне ехали от Прибалтики с разных концов чтобы встретиться поговорить и оставались сразу делались православными это не мое это Господь делал я не знал что они там где-то обо мне разговаривают едут дорогой а он еврей его привезли показать смотри как мы работаем у нас еврей обратился а он пришел тут посидели он уже вышел и уже к ним никак все православный сейчас батюшка отец на ум израилевич это Бог делает а моего там ничего нету нету это нельзя человека ему там под черепной коробкой все переменить это Дух Святой делает ну что начнем вторую часть о Святой Церкви Христовой верую воединую святую соборную и апостольскую церковь символ веры что такое церковь этим словом часто называются храм или дом молитвы но так называют его только в разговорном языке потому что в этом здании собирается для молитвы живая церковь верующие люди по библии часто одно слово обозначает два понятия например чаша означает сосуд Матфея 10-42 и Матфея 26-27 и страдания Матфея 20-22 и 26-29 слово крест означает и страдания Матфея 16-24 и крест вещественный на котором был распят Христос Матфея 27-32 также и слово церковь обозначает и общество верующих деяния 11-26 1 коринфянам 11-18 22 14-34 36 стихи и так в священном писании и храм Божий место собрания верующих для молитвы называется церковью церковь это основанная Господом Иисусом Христом искупленная его крестными страданиями общество верующих людей соединенных между собой единою истинную верою под главою Иисуса Христа с законным преемственно от апостолов рукоположенным священством участвующий в принятии святых таинств которых подается благодать святого духа для получения вечной жизни церковь есть тело глава которого Христос Ефесянов 1 глава 22 23 стихи и все покорил под ноги его и поставил его выше всего головою церкви которая есть тело его полнота наполняющего все во всем подобно тому как в теле много членов ноги руки глаза и так далее и все они нужны и ни один не может жить отдельно так и в церкви Христовой 1 коринфянам 12 глава 12 по 31 стих послание Ефесянам 4 глава с 11 по 16 1 коринфянам 12 глава 28 и 29 стихи и иных Бог поставил в церкви во первых апостолами во вторых пророками в третьих учителями далее иным дал силы чудодейственные также дары исцелений вспоможения управления разные языки все ли апостолы все ли пророки все ли учители все ли чудотворцы церковь состоит из земной воинствующей с врагом рода человеческого к ней принадлежат все верующие живущие на земле и из небесной торжествующей над дьяволом к ней принадлежат все умершие святые люди и ангелы божии но та и другая имеют одну главу Христа составляют одну Христову церковь в которой все члены как живые так и умершие находятся в единстве веры и в постоянном живом общении любви и молитве друг о друге отсюда вывод кто не в церкви тот и не со Христом кто отделяется от церкви земной тот отделяется и от церкви небесной тот понесет на себе тяжкое осуждение ибо суд церкви есть высший суд на земле Матфея 18 глава 17 стих скажи церкви о согрешающем а если и церкви не послушает то да будет он тебе как язычник и мытарь только в единении с церковью возможно спастись к христианину об отделяющихся от святой церкви так учат святые отцы ее святитель Игнатий Богоносец пископ Антиохийский цитата чада света и истины бегайте разделение и злых учений но где пасты там и вы как овцы идите послание к филадельфийцам глава 2 3 издания 1895 года святитель Киприан цитата всякий отделяющийся от церкви чушь для нее он не потребен ей он враг ей не имеющий матерью церковь не может иметь отцом своим Бога хотя бы эти люди предали бы себя смерти за исповедание имени Христова грех их не омоется и самой вина разделения не очищается даже страданиями творение святого Каприана о единстве церкви часть 2 1891 год Киев страница 181 еще цитата вне ее вне церкви нет жизни дом Божий один и никто не может где-либо спастись как только в церкви кто бы и какой бы он ни был он не христианин как скоро он не в церкви Христа святой святой кирилл иерусалимский цитата исповедание веры преподается нам ныне во единую святую соборную церковь чтобы ты убегал с верных еретических сборищ пребывал же всегда в святой соборной церкви в которой ты возрожден и когда приходишь в какой город не просто спрашивай где дом господень ибо и нечестивые вертики называют свои вертепы домами господними и не просто так же где церковь но где церковь соборная ибо это есть отличительное имя сей святой общей матери которая есть невеста господа нашего Иисуса Христа блаженный Феодорит нам спасение преподается церковью а кто вне церкви тот не принимает жизни вечной Иероним Стридонский еретики не церковь Христова а синагога Антихриста творение блаженного Иеронима часть четвертая блаженный Августин всяк отделяющийся от общения с церковью хотя бы жизнь его была достойной похвалы зато одно беззаконие он отвергается от единения со Христом не будет иметь жизни но гнев Божий пребывает на нем час прошел пожалуйста время вопросов и ответов кого если есть пожалуйста Сергей прочитал очень страшные слова и вот все-таки Игнать Тихонович вы часто говорите что в католичестве к примеру много ересей но несмотря на это они являются церковью поскольку рукоположение сохраняется также вы говорите и в московской патриархии ну сейчас в русской православной церкви тоже присутствуют ереси одним словом как 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 быть у католиков можно ли молиться можно ли с ними общаться или как микрофон Игнать тихонько не включили вопрос не по писанию задан а конкретно ситуации которая я считаю что можно но только для себя знай это я сейчас сказал на меня сразу навалится еще человек 500 а мне их стряхивать приходится с себя я вижу патриарх молится он же не какое-то там экуменическое движение это не какие-то там колдуны да все собираются а какая мне нужда с ними молиться это а я нахожусь в такой обстановке где-то или что-то она вышла замуж он согласился повенчался в православии остался католиком пойдем ко мне если ты не пойдешь в костел то я в храм не буду ходить понимаешь заочно можно тут многое сказать надо конкретно по каждому случаю да так но ты веришь и не участвуй а борись с ними ты видишь там тернольник растет выкорчевый выжигай его они так я православный мне писание не надо главное уцепиться там батюшка лишь бы от причастия не отлучил как старообряд но ты веришь в причастие не во христа кровь христа на голгофе пролита это а это уже таинство совершается они про это даже не думают чаша вот у священника в руках а иначе он отлучит да он самодур может быть в библии мы считаем это когда вели таки отлучает и тех кто нас принимает диатреф какую должность он занимал евангелий сиан об этом пишет так что меня вопрос никогда не стоял и не волнует я в том скибл у меня там сестра и племянники мы сходили к католикам побыли я ему книгу подарил уезжая я снова к нему зашел побыли вместе я подошел и благословился а все заснято я не выставил в интернет сначала посоветовался в общине ну кто на занятия ходит а потом выставил ну и еще и нету один или два сказали что-то там я отвечаю за себя никому это не навеливаю это не проповедую а я к папе римскому ездили подарил им книги франциску и венедикту королеве английское датское подарил но не означает что я стал теперь по их веровать вот кто знает какая вера у трампа дональда в мамону нет пресветерянец о о видишь как а там какой-то у него рядом где-то кто-то тот методист как их назвать а что называют то у него свое мы свое я знаю что он не в церкви не мормон нет да нет я сказал мамона Игнать Тихонович мамон я не не расслышал не расслышал ну вот и все так вопросы ты уже исчерпал свой лимит Виталий не мешай другим задать вопросы ну а как же Бог-то будет людей судить всех-то и верующих и верующих ну я могу даже сразу ответить не слушая вопроса как Бог будет судить интересно вот забота какая-то ты думай как он меня судить будет о себе думай а тут уже о Бога как он будет судить ну позовет Надежду Благодатскую и скажет как мне судить и ты ему напиши инструкцию дай ты все задаешь вопрос а думаешь или нет как Бог будет судить так к Богу вопрос не ко мне не ко мне мне кажется Господь хочет спасти он как судопокаж в общем с каждым словом ты больше грехи умножаешь помолчи лучше а о Боге спрашиваешь без страха Божия как Бог будет как мы перед Богом будем стоять я как вспомню только что-нибудь никого рядом нет а голова вот так да как же это так да как что а что сделал убил человека да нет конечно другое было сказал родителей уже нет где-то я нагрубил их уже нет а совесть судит а как как Бог будет судить ну что вопрос ты можешь сказать о президенте еще можно а как он этот вопрос разрулит о Боге то разве так вопрос ставит как он будет судить ну прямо в помощи набиваешься или еще мир вам братья это роман роликов можно Игнатий Тихонович вот такой вопрос как вот правильно понимать и действовать по словам значит Господа нашего и апостолов что кто кто хочет быть начальником над кем-то тут будет слугой то есть относится ли это к тем которые хотят быть главой как апостол говорит что муж глава жены вот и значит он должен главенствовать над ней не жена должна понукать приказывать там как говорят там учительницы у нас женщины а мальчики не должны не женщину слушаться а мужчину то есть а я вот понимаю так что правильно понимаю что нужно и так вот как вы поступаете в общении что вы в первую очередь служите вы делаете для деревни строите пруды это же для женщин это же не только для мужчин для всех для детей вот то есть я должен быть в первую очередь слугой для женщин которых я хочу чему-то научить сказать им что вы неправильно делаете неправильно живете что-то ты так говоришь Роман как будто тебя большим бревном придавили одна голова торчит и ты туда кое-как задыхаешься не заболел не знаю я просто иду сейчас у меня такое впечатление что на тебя бревно упало и ты под ним лежишь и вопросы задаешь какой герой парень несмотря ну да я сейчас подметал только что только что подметал и бросил метелку и вот пока спрашиваю ладно я так для того чтобы чувство выразить хорошее к тебе на улице там конечно говорится хочешь быть слугою ну вот и вот говорят люди я просчитал в интернете набираюсь маленько шелухи всякой и говорит вы на нас говорите депутаты государственной думы мне 550 тысяч каждый месяц дают не считай еще другие и вы говорите много то другое а ты попробуй на моем месте он говорит ну давай попробуй а нельзя это уже покушение на законную власть так и здесь какая должность у меня должности никогда никакой не было нету у меня нет ничего нету совершенно вот люди живут как-то с годами у него там медаль дали там еще что-то у меня не было мне даже премию назначают а там доходит до начальника он вычеркивает еще не хватало баптистам премии давать а у меня первое место по тресту выработка по тресту строительному 300 процентов выработка физической работы плотницкие там полы насилать там ну дома сдавать меня вычеркивают везде и все но ведь только делов-то они все примерли как отец у меня говорил они говорят сдохли а я живу а я все живу ну как сказать начальствующий я тоже какой-то начальник а когда скажешь в другой раз да я не держусь за свое место я начальник детского лагеря был 45 лет официально в отделе юстиции зарегистрированный начальник у меня ничего нет у меня печать только была начальник это то есть у меня должность особая есть в лагере попечитель я должен знать нужды каждого человека и помогать помогать нечего пенсия коротенькая маленькая оттуда оторвать что-то продуктами или как кто что знает я считаю это должность очень большая попечитель это господ так сделал ну и что ну ничего начальник я начальник старости деревни старости общины нашей я начальник тоже начальник ну и как никогда я не скажу что если я вам не нравится я не держусь за эту должность я уйду я не уйду меня столкнуть очень трудно я за эту должность буду бороться почему я отдам ее без слов тогда когда то увижу что вы можете сделать лучше а просто то на готовое разрушить это проще всего человек который говорит да я не держусь за должность я считаю что его убирать нужно немедленно ты прирост к этому месту ты должен его знать ты должен сделать лучше тех тогда видно будет ты вырвался вперед беги на ресталище и поэтому скажут а он хвалится хваляющийся хвалить господом прямо повеление хвалиться мне бог положил это чувство сострадания вот этот самолет летел с плясунами разбился а у меня это близко к сердцу все принимаю а были ли они я другой раз молюсь о том о чем может никто не молится а все кто летит в самолете кто плывет кто в подводной лодке где перед богом это вот кого я перечислял один раз встретились только где-то и он и знать не знает что я за него молюсь а я за него молюсь я вижу он заблудший человек там в какой-то секте находится хороший другой там ходит вот Харольский там Симон он поет по горам везде посмотрел и каждый раз просит что-то на продолжение этой программы петь за деньги там соберет там мужиков всем поют женщин столько же без платков все ну а я за него молюсь он и знать не знает я вижу хороший человек совершенно не тем занимается я вот скажу у меня вот такое впечатление что роман нотки такие ищет как бы оправдать это баборабство да подкаблучничество у меня почему-то вот такое он ищет не знаю может я ошибаюсь а романе так ты все Виталий сказал а то я встрял тут я о романе так не думаю хотя он был здесь и сам знаешь как ему пришлось выехать тут меня считают очень жестким один говорит жестокий нет говорит не жестокий а жесткий у меня правила нарушил там правила там что-то было между нами вот я вот так не считаю как он может он старается делает и очень часто напоминает о Боге свидетельствует другим а что вот он как подкаблучник у меня сегодня маленький так пример был и у меня иногда бывают такие ресурсы интересно свежее мясо от мороза погибли два голубенка ну а куда их я их обтеребил и понес своим дал кошкам и у Надежды Васильевны там два котенка и бустка а она схватила потащила кишки-то вывалились она там по половикам я ей говорю Надежда там возьми двоих руками принеси сюда около меня а я с ними там я снимал но она не так сделала и пошло у нас наперекосяк разговор я говорю ты как только против вас встаешь ты болеть начинаешь а сегодня болеет ужасно уже и врачи нужны сразу я сказал она ее снесет кажется с катушек съедет ну и дальше я говорю ты что все время на меня 56 лет сколько мы вместе ты все давишь и давишь зачем это я сказал поднеси котенка нет ответь нет я сам пройду возьму его а ты несешь и делаешь по-своему там а по-своему он опять убежал и получается вот так из меня подкаблучника сделать не удастся никак никому и никогда и зачем ты она еще больше я могу к утру этот ролик поставить и вы увидите как нужно разговаривать разговаривать а дальше все по-хорошему дальше уже прям тут же сразу обстановка изменилась почему я внутренне помолился я знаю что ее бы никому не понести такой у нее характер и мне этот довесок дал бог чтобы знал себе цену я это говорю тебя бы никто не давил спаси христос я вот от лица мужского движения я слезу слежу за ним и там есть лидер один православный человек у него псевдоним дизлайф и он даже некоторые ваши ролики с канала о свете библии он использует у себя на своих ресурсах вот и я как бы от лица вот этого движения я попрошу вас побольше бы таких роликов вот в быту как проявляется вот именно патриархат потому что матриархат сейчас просто ну везде и всюду я вот сейчас побывал на Урале в епархии уральской вот екатеринбургской ну вот это все вот прям процветает махровым светом матриархат вот это вот дамоугодничество вот это вот ой-ой-ой Виталий я откликаюсь на все события фильм Левофан был я ответил группа Дятлова я ответил несколькими роликами доказываю что единственно верная версия не 100 версия одна та которую я излагаю они погибли от бесов и дальше что-то случилось вот этот за Матильду бились я и Матильде ответил и о Калинине отдельный ролик я ни одного события такого значимого не оставляю самолет упал тогда полетели в Сирию там танцевать я на эту ответил вот сейчас с Константинопольским патриархатом не так я специальный ролик сделал показал кто виноват что как ответил а больше я не касаюсь мне некогда я учусь каждый день учусь братья это Роман Фроликов как бы хочу ответить что я не против того что мужчина должен главенствовать это Бог сказал что муж глава жене но дело в том что я хочу призвать всех смотреть как Игнатий Тихонович это делает то есть он для своей жену полностью обеспечил у нее отдельный дом отдельная квартира в деревне дом отдельный он ее полностью всем обеспечивает она на его иждивении она не вот всю жизнь была ну наверное я так думаю поэтому он имеет моральное право то есть надо прежде чем женщине что-то говорить как Господь говорит если хочешь быть начальником так как он как он сказал будь начальником над женой главой жены так ты будь слугой сначала ей как Игнатий Тихонович поступал всю жизнь слуга своей жене вот так Игнатий Тихонович вы слуга получается вот прямой тогда мой вопрос ну в таком плане да так правильно она ни в чем не имеет нужду за свет она не платит за уголь не платит отдельная квартира вот за стенкой она рядом у меня сегодня даже на завтра блины напекла опять а там отдельный дом ты все знаешь сам был видел это так но я для нее глава и самая маленькая где-то она покуситься сделать по-своему я сразу обрежу тут одна наша прихожанка ей на машине ее возят туда я запретил только один раз в неделю там помыть себе получить деньги или что там надо ты у нее своя семья у той сестры а ты везде это да она хочет мало что она хочет я обязан нести ее обязан учить и она понимает это понимает меня Бог благословил в том что мне утрами не приходится будить в 4.40 молимся а если я переведу стрелки на 4 она в 4 будет вставать при том на одну минуту на 2 раньше меня по закону так что это правильно да не просто требовать но надо показать кто-то не понимает это то другое говорит ну и говорит у него язык есть он говорит а я молюсь за них и все у меня очень сильное оружие есть пост и молитва благодарю Роман за уточнение спасите Христос Игнать Тихонович да я рад что вы понимаете это то есть простите еще я хочу сказать что вот эти движения они призваны только говорить но не делать вот такие дела как Игнать Тихонович делает то есть они осуждают только женщин там мужчин что вот они такие такие а надо же сначала быть слугой этим людям которым ты хочешь донести что вот так это не надо делать тогда они поймут а так говорить это каждый может язык без костей как говорится вот Роман здесь абсолютно прав у тебя у меня такая корявая биография но я могу сказать что вот моя биография сейчас здесь в православии ни одной нету нету вот столько было чтобы за это за слово божие там было что я издал и то другое и где бы я ни был в первую очередь но я христианин и далее стараюсь узнать чего мне нуждаются люди я вот разговаривал с узниками совести которые верующие священники там были ни у одного нигде не было они удивляются что у вас так было для меня не то что удивление а это нормально мое дыхание день сразу порог переступил тюрьму сразу правило я стою во сколько узнал здесь у них подъем допустим в шесть в тюрьме в шесть я в четыре встаю ангел разбуди меня ангел прошу тебя и ни разу не проспал в четыре а зачем двухчасовая у меня молитва и днем я четыре пять раз по полтора часа псалтырь за два дня просчитываю тысячи поклонов и прочее проповедь два часа каждый день никто этого не видел и не слышал презентация книг была из тюрьмы Ульяновский Владимир Александрович политработник офицер он пришел даже туда он без улыбки не может встречаться начальник тюрьмы перезванивали где-то он без улыбки не скажет ничего дорогой мой дорогой мой только у него и было Соломин Александр Семенович это Бог так делает я молился об одном чтобы был дух молитвы а баптистам тогда их сажали а они меня спрашивают а что это такое я когда рассказываю было у вас такое чтобы вот так вот молились и люди в тюрьме обращались каялись меняли жизнь ну бывало иногда но вот не так как у вас ну что я на молитве стою я кланяюсь у них этого нету я посты соблюдаю строго в тюрьме священника все-таки добились вызвали чтобы меня причастил он приехал вот это поститься то я там не знаю третий день что ли не пью не ем он как узнал как взахался да тут туберкулез свирепствует что вы делаете то я говорю ну я не рассчитал наверное благословите я поем тогда а там сидел один наркоман а я пайку то получаю свою хлеб и кашу там суп а он берет а он берет дуплюсь сегодня дупель там ну он такой голодный как бы был он за две порции все время съедал этими двумя порциями это и я его как бы вот мне прислали из дома нижнее белье то другое а тут посадили двух солдат они то ли что-то сделали не так сейчас не помню я но они предварительно следственное еще идет не осужденное я сразу им все отдал вот у меня еще присылают так чтобы я съел один это никогда не было я обойдусь понимаешь это людей располагает у него надеть нечего а я ему отдал и не то что я хороший какой я вижу он нуждается мерзнет носки мне прислали а я крепкий такой я ему отдал и второе тоже они тут же стали за меня заступать один начал что-то там бухтеть ну такое говорить что-то нехорошее не то что на меня вообще они два солдата к нему подошли как стали разговаривать с ним видишь как это правильно все это люди-то смотрят как мы живем они видят постное я ем постное только я пощусь ежедневно молюсь читаю слово Божие регулярно плащу на молитве принимаю которые где-то из тюрьмы там с другого конца передают скажите батюшке я иду в суд по такой-то статье пусть помолятся а потом оттуда идут благодарности я спрашиваю священников было такое нет а дают шахматы домино и вы играли ну да я близко не подхожу я пришел что в домино играть я пришел умереть вот по этой планке по высоте этой планки я и шел ты не забывай я перед тобой сижу я крученный и верщенный у меня все выкрученное 26 лет меня психиатрия терзала 26 лет где бы я ни поступил экзамены не сдал все на пятерке меня вышвырнул сразу оттуда я все перенес и даже не считаю что что-то особое было они знали обычно я только приехал и сразу пошел получать паспорт и тут же из КГБ приехали тогда КГБ называлось и Надежда Васильевна спрашивает как он так он живой вернулся ну как не мертвый уже привезли они знали оттуда не выходят а меня Бог вывел наверное на нас сильно ну да что он сильно-то пошел на остановке стоит один генерал генерал прокурор и спрашивает так это наверное вы нас воюри как ругаете я говорю еще бы ради Владимир я за вас молюсь молитесь его это так сразило и он другим прокурорам говорил вы знаете кто это а я сидел в приемной у прокурора края это кто такой да вот такой это кто-то меня знает а получилось так что потом всех прокуроров края собрали за мной приехали привезли чтобы я перед ними выступил сказал слово я начну рассказывать история за историей почему ты должен что-то делать не просто говорить да и как говорить-то ты его из ада вытаскиваешь это опыт его ничем нельзя заменить мои года моего богатства не просто года поет там кики-бизи какое у меня года они переполнены ежедневно и благодарю Бога какие интересные дни у меня сейчас сейчас сегодня вопрос по посту Игнастик насколько это можно к детям применить в количественном и в качественном отношении особенно например в сухоядине насколько это вообще применимо к маленьким детям и надо ли это у людей мнение такое что если вы мало делаете то оно отличного качества у меня знакомый один он там скотину держит там ну мало совсем но зато он там покоптит и то другое потом продает ну побольше-то это хорошего качества это хорошо но побольше-то вот у меня все с преизбытком что бы где я ни делал я в десятикратном размере стараюсь достать почему я все время думаю о тех кто знакомый мне я имел имел доступ к типографии там многие издательства издавали Алтайская правда с директором познакомился Грохотов Владимир Георгиевич вот и с инженером там близко Прокопьев имел доступ там где бумага отходы идет я брал и таскал брал и носил брал и на себе все волок домой я посчитал где-то я прошел утрами туда-сюда сколько лет 3400 километров прошел это бы дальше чем до Москвы отсюда а потом эти бумаги обрезал большие тетради делал и нес их в прокуратуру в полицию в милицию тогда было в школы в медицинские учреждения бумаги нигде не было такой был период времени ко мне приезжали из школ даже в потеряевку я их всех снабжал всех так об этом журнале писали и чего на меня некогда смотреть я все время переплетал их настоящие книги студенты придут большие рюкзаки на себя нагрузят и идут на занятия а я там студентам раздаю кто этим занимался такие тратят на какие там 40 сантиметров может быть высота только и листьев по 400 с двух сторон чистая бумага обрезной у меня вручную все делал переплетчик я реставратор бумага просто которой газеты не продали я договорился и мне отдавали в разных киосках один раз только на лагерь я отправил 4,5 тонны тонны в тысячу килограмм для тех кто не знает это только в одно место я отправил 3700 человек в лагере в тюрьме местное СИЗО канатное 81 город Барнаул снабжал сколько лет ну благодарности на бумаге просто были мне и то другое так они знали динамиков нету в один день я принес 56 динамиков я ввел три радиопрограммы сразу сказал это другое вам вопрос о ребенке задали вы слышали нет вы не по вопросу отвечаете нет ну это сгодится про что какого ребенка я еще раз могу задать вопрос вы не поняли просто насколько вот пост я говорю про пост да маленькие дети как им поститься я много читал разных статьи у вас на сайте читал насколько вот я думаю посты они так же должны как мы там вот сухоядины например один раз в день это применимо к детям или нет три раза но только молотное чтобы не ели если ребенок от груди отсажен а у нас опыт был у нас в семье 12 детей было у матери у нас 10 живых было и пост никогда не нарушался пока ребенок грудь сосет в это время ему кашку молочную все делают как от груди отсадили все рацион взрослых и ни одного больного ребенка нету вся Россия так держалась так что Вячеслав просто напружиньтесь ребенка приучите если не сейчас то когда сколько он хочет сколько хочет 3-4 раза покорми его 5 раз помаленьку ну как положено но чтобы все было положено рыба рыбу ему дай у меня лагерь 45 лет пост мы ни разу не нарушили а дети были у меня даже 7 месячные лагерь неограниченный возраст был и дети маленькие там совсем 2-3 года лекарств никаких никогда не давать никаких ну конечно надо где-то советоваться самое простое сделай его интересным красивым приятным вот у нас картошка мы даем вот она я покажу сейчас его видно нет вот как ноготь где находится вот так вот если взять по пальцу то вот такой вот мы его варим здесь Володя помоет и все и нечищенную и так вот я дальше сидим один в обед обеда и Володя нету-то а мы так три картошины чтоб съел раз сварили надо убрать хорошее другое но три картошины за обед должен съесть так я смотрю у меня глаза уже вылавливают так которая раздавлена проткнутая которая хуже других выглядит если яблоки какие есть обязательно я соберу все гнилье почему другому я покажу что у меня есть хорошее а про это то он не знает я не не просто это навык навык такой вот а почему ты не носишь такие там что-то носки или там рубашку она у меня целая я заплаты на свои шьё а появится болящий человек я ему подарю а мне бывает дарят там полушубки какие-то новые я человеку дам мне радостно что он он доволен я про ребёнка говорю даже среди ночи в туалет идёт на молитву поставь его молитву другую прочитай пусть немного минуты 3 2 но приучи его златоуст говорит ты если хочешь из ребёнка сделать христианина и чтобы он был на небе тогда трудись над ним а не потворствуй главное препятствие это бабки деды ешь больше спи дольше вот главный лозунг а у взрослых а у взрослых так жить грешить и не болеть вот лозунг какой это я сам наработал уже да спаси Христос это всё так ну да и ребёнок тебя будет с радостью вспоминать ещё раз говорю нас было в семье 10 в деревне жили молочно было мясное уже всё пост маленькому мать не знает что сказать скажет а корова в молоко накакала вся проповедь кончилась бяка а потом уже года 3 то уже стали мы слышать о боге и прочее а маленький когда на руках то он сидит а ему как объяснишь то кака нехорошая что давайте помолимся достойно есть окала истину блажит и тя богородицу пресно блаженную и пренепорочную и матерь бога нашего честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим без истления бога слава родшую сущую богородицу тебя величалое помолитесь Игнатих Господи Боже наш любящий отец небесный слава тебе за этот вечер за эту святую возможность молиться тебе слышать слово твое Господи посети в этот час узников за слово твое томящихся пытаемых убиваемых прими их в обитель вечную приготовь эту землю к великим и грозным испытаниям дабы никто из нас не принял начертания зверя тебе Господи слава за все отец сын и святой дух аминь аминь Сергей Павлович ты меня подключай только когда самого последнего а то у меня большое пространство записывается и ничего не сделать спаси Христос аминь спаси Христос слава спаси Христос спаси Христос аминь а у Сергея Павловича как с каналом нормально все кто знает на ютубе сейчас посмотрю кто знает почему так произошло у него это ошибка ютуба а у нас что есть в ютубе Сергей Павловича попковка попковка черепа о педагог хи о педагог не их л и и и и и и и Продолжение следует... 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 Это по-другому как женщина этого себя 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 Похоже Это по-другому как женщина этого себя Это по-другому как женщина этого себя Греховное даже слово Даже больше